Лучшая альтернатива – стать начальником. Почему-то эта мысль многих невероятно радует, но, как правило, мы не задумываемся об ответственности, которую получим вместе с новой должностью. Наши коллеги поинтересовались у тименцев, мечтают ли они в начальники попасть. Я вот начальник своего ребенка. Из промок. А почему? Не знаю, он должен получать много денег. А зачем быть начальником? Что значит начальник вообще? Не знаю, вы скажите. Так нет, вы спросили, а теперь я должен... Что значит начальник? Начальником чего? В первую очередь начальником своей жены. Это не получается? А? Не получается? Кого получается? О-о-о-о! Нет, у вас какой-то несерьезный передача. Лучше быть профессионалом, но в своем деле, чем большим начальником, но никем. Поэтому всегда надо оставаться человеком. Вот так. Оказывается, в России больше всего начальников, чем в других странах. К такому выводу пришли сотрудники Института комплексных стратегических исследований. У нас в стране каждый 12-й работник находится на руководящей должности в органах власти, либо в бизнесе. При этом в Японии лишь каждый 38-й человек, а в США каждый 21-й. Раз нам часто приходится сталкиваться с руководством, надо знать, как с ним общаться. Об этом мы поговорим с членом общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Андреем Желонкиным. Андрей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Но для начала хочется узнать, как не стоит общаться с начальником, чего не стоит говорить, заходя к нему в кабинет. Накануне интервью я провел маленький опрос, и большинство опрашиваемых называло на такую характеристику подчиненного, как склонность огрызаться. Ну, можно еще отметить такие вещи, как делать какие-то замечания, касающиеся чести и достоинства начальника, особенно припосторонних. Вот не признавать своих ошибок, пожалуй, это то, что на самом деле не стоит делать в роли подчиненного. Ну, а если, ну ладно, человек подчиненный, но если сам начальник, да, как вы говорите, унижение там чести и достоинства, и огрызания-то не идут все-таки, это нормальная реакция, когда на тебя нападают, и человек огрызается? Ну, все-таки стоит постараться отсрочить эмоции, потому что конфликт, либо противостояние может когда-то завершиться, и обычно завершается, поиском и нахождением взаимоприемлемых решений, компромиссов. Вместе с тем, эмоции, которые вырвались наружу, они, к сожалению, в этом поле метальном остаются надолго. Их запомнят. И стоит все-таки каким-то образом подумать и справиться с сиюминутными, сиюсекундными эмоциями, подготовиться и уже компетентно, основательно, найдя время подходящее, все-таки подойти к начальнику и возразить. Все правильно, почему? Потому что, смотрите, конфликт, что такое конфликт? Это два человека, когда доказывают что-то, да, а если один молчит, то конфликта ведь не будет, согласитесь? Да, может быть молчаливая оппозиция, может быть вот такое словесное противостояние. То есть кроме конфликтных отношений могут быть оппозиционные отношения, дискуссионные отношения. Вот вы сейчас сказали, да, очень хорошую вещь по поводу того, что надо выбрать время, когда подойти. И бытует такая фраза замечательная, да, что к начальнику на ковер нужно ходить после обеда. Он поел, он добрый. На самом деле есть такая статистика? В данном случае, Дмитрий, речь идет о попытке конкретного сотрудника или целого ряда сотрудников, и этому может быть, скажем так, подведена какая-то научная подоплека. Эти сотрудники пытаются изучать интуитивно, либо довольно-таки научно индивидуальные биоритмы начальника. И биоритмы бывают, напомню, суточные, недельные, годовые. Это вот до отпуска, после отпуска, до выходных, после выходных у начальника более лояльное настроение, либо до обеда, после обеда. То есть, получается, за начальством нужно пристально наблюдать, делать какие-то повески в блокнотике. Во всяком случае, это логично, потому что ты же к своей жене что-то там просишь, что-то делаешь, ты же смотришь, в каком она расположении духа. Ну, когда как. Когда мне надо вот там сейчас, я не смотрю. Я скажу так, Дмитрий, если вам сойдет срок не наблюдать за начальником, тем более пристально. Вот, по поводу, да, подойти к начальству, там о чем-то поговорить. Есть такой очень щепетильный вопрос. Есть ли какая-то стратегия поведения у работника, у сотрудника, чтобы подойти и сказать, Иван Иванович, я работаю на вас 10 лет, я хочу, чтобы вы мне повысили зарплату. Вот как вот подойти? Как этот вопрос лучше преподнести? Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы напомнить, что ситуация на рынке труда, правда, не во всех предприятиях, отраслях, складывается таким образом, что Иван Иванович зачастую может возразить, либо просто напомнить о том, что вот посмотри-ка, Петр Петрович, вот тут план сокращений, в том числе и по твоему отделу, да, вот, и если я тебе просто дам какие-то гарантии лояльности, и ты, скажем так, во-первых, останешься, во-вторых, будешь получать стабильную вовремя зарплату, может быть, это тебя устроит? Вместе с тем, если у сотрудника есть основания, а основаниями может быть либо какая-то особая компетентность, либо вот действительно несоответствие получаемой зарплаты и той зарплаты, которая складывается на рынке труда у данной категории сотрудников, но особенно если это дефицитные сотрудники на рынке труда, то тогда появляются основания, конечно, для того, чтобы аргументированно преподнести это начальнику. Вот и после этого, после того, как сотрудник находит основания, уже можно принимать решение о том, чтобы подойти. А как именно подойти? Ну, мы выше отмечали, как подойти. Все-таки с учетом индивидуальных особенностей, настроения начальника. Естественно, с глазу на глаз, потому что при посторонних лучше такие вопросы не обсуждать. Ну и с хорошим, доброжелательным настроением. Да, надо помнить, что начальник – это человек на самом деле, да. Это просто более ответственный человек, более загруженный человек на самом деле. Анатолий Николаевич, а часто к вам обращаются тюменцы с жалобами на начальников? Ну, прежде всего, с жалобами на плохое эмоциональное состояние, даже на психическое нарушение. Ну, как следствие, да. Как следствие, да. То есть, придя ко мне, нет смысла жаловаться на начальника. Есть смысл пожаловаться на состояние, вот, на состояние ума, на состояние эмоциональное. И попросить помощи в этой связи. И, может быть, попросить помощи в том, каким образом дальше планировать отношения. Ну, смотрите, что интересно сказать. Вот чаще просят помощи или просто приходят выговориться? Ведь есть категория людей, которые просто жалуются. Да. В мои задачи входит и выслушать, потому что это очень важная часть, ну, и работы, и моей роли. Может, моя миссия человеческая, да, выслушать человека. Кстати, этой миссией служит очень распространенная в России так называемая кухонно-застольная психотерапия. Что это значит? Я поток и вегис. Подожди, для наших телезрителей. На кухне, за рюмкой чая, соседи обсуждают начальника. Начальника. То есть, в принципе, этого бывает достаточно, да? Это бывает для того, чтобы каким-то образом, на самом деле, разрядиться, вдохновиться какими-то советами. Вот смотрите, вопрос следующего характера. Вот все-таки конфликт на работе произошел, да, к вам попасть-то не получилось, либо еще какие-то вопросы возникли. И менять место работы из-за конфликта с начальством вообще стоит? Или все-таки надо как-то пытаться что-то как-то... Бороться, да? Отстоять свои права. Бороться за свои права, там, или налаживать как-то отношения с руководством? Прекрасный вопрос, действительно очень актуальный, Митрия Айгуль. На этот вопрос существует всегда два ответа. Причем они могут стоять перед каждым реальным человеком, сотрудником одновременно. Я бы предложил отвечать каждому из задающих себе этот вопрос. Да, стоит менять место работы. Или нет, не стоит менять место работы. Вместе с тем, перед тем, как ответить, либо да, либо нет, взвесить все за и против. То есть нет конкретного совета, там, что произошел конфликт... Уходите. Уходите сразу. Или наоборот, налаживайте отношения, там, не надо оставлять там за спиной. Налаживайте отношения ценой собственного здоровья, сначала психического, потом физического, тоже большой вопрос. То есть нужно определить каждому конкретному человеку цену, которую он готов платить. Естественно, во-первых. Во-вторых, может быть просто безвыходная ситуация. Человек иногда готов платить даже здоровьем, чтобы каким-то образом дальше жить, существовать или... А что касается начальников, они же тоже порой переживают из-за своих сотрудников. Они тоже люди. Они к вам приходят? Конечно, приходят, да. Что их беспокоит? Да, вот в отношении сотрудников. Их беспокоит в отношении сотрудников, например, вот один мой посетитель на протяжении уже года, реабилитируясь от одного из видов зависимости, он обсуждает целый ряд вопросов, касающихся как семейных отношений, так и производственных отношений. Он довольно-таки компетентный начальник, вместе с тем у него есть одна из проблем, это делегировать полномочия. К сожалению, он с трудом находит компетентных сотрудников, которые качественно могли бы выполнить, ну, рутинную часть его работы. Как итог, все взваливать на себя, да? Да, и тащить в компанию. Он жалуется на то, что вот очень сложно найти сотрудника, который бы брал достаточно ответственности на себя. Вот, кстати, да. Я, знаете, что хочу еще в завершении беседы спросить? Ведь у нас многие люди думают, вот если бы я был начальником, я бы так не сделал. Ваш совет, как стать начальником? Может быть, действительно человек так бы не сделал? Не готов или, да. А может быть, не готов? Как понять, ты готов быть начальником или нет? Да, вот именно. Прежде чем стремиться стать кем-либо, в частности начальником, тем более начальником, необходимо подумать, подумать, да, действительно готов ты или нет. Ну, прежде всего я скажу, что вот существует два таких слова – начальник и руководитель. Ну, и англоязычная версия слова «руководитель» – это менеджер. И этимологически и морфологически эти слова отражают разные смыслы, да, вот начальник, да, это начало, это некое энергетическое начало, это харизма, это способность лидировать, это способность вести за собой, брать ответственность. Это одна ипостась начальника. Вторая ипостась начальника, ну, руководитель, действительно, это некий такой добрый некто свыше, может быть, это отеческая роль на самом деле, да, если так рассматривать смыслово. А вот, который по-доброму, желательно по-доброму, там, сочетание, может быть, добрых и прочих начал, все-таки за руку ведет коллектив, опять же, беря на себя ответственность. Если ты способен это все взвалить на себя, играть эту роль, естественно, каждому желающему, я бы вот посоветовал, искренне, пожалуй, попробовать. Вот, хочу заметить, у меня есть несколько знакомых, которые, попробовав себя в роли начальника, в итоге, спустя несколько лет, отказались от этой роли, и сейчас с удовольствием работают по найму, не завидуя своим начальникам. Потому что исполнители из них оказались гораздо лучше. Да, существует же фраза, что хотите стать начальником, пошите по 8 часов в день, встанете, будете пахать по 12. Спасибо, да, большое за беседу. Мы желаем вам удачного дня, спасибо, что встретили утро с нами, и желаем вам повышения, возможно, что-нибудь. Вам большое спасибо. Спасибо. Напомню, в гостях у нас был психолог, членов общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Жилонкин.